Укрепить сотрудничество и принять новые вызовы времени в задачи саммита БРИКС включена работа по пяти направлениям. Ключевые темы для каждого определяли страны-участники. Представители России готовили тезисы в области науки и образования. Всего же в этот раз область приняла лидеров из десяти стран, среди которых Индия, Бразилия, Китай и Саудовская Аравия. За четыре года география делегатов выросла вдвое. Это говорит о том, что доверие, оказанное молодежи со стороны больших руководителей, оправдано. Главное, что на этой площадке предоставлена возможность многим странам, десять стран в их сходе, показать все свои лучшие наработки в определенных сферах деятельности. Это и культура, это и искусство, это и здоровье, это и молодежное предпринимательство, это и волонтерство. Молодежь наиболее мотивирована, заточена на результат. Здесь созданы максимальные условия для того, чтобы они познакомились, сдружились, обменялись своими новыми идеями и перспективой реализовали интересные проекты. Самые яркие инициативы попадут в эфир «Радио Брикс». Трансляцию дополнят экспресс-интервью с делегатами. Это новый проект, который родился благодаря коммуникации молодежи из ведущих стран мира. Свою лепту в медиаплан внес участник саммита из Южной Африки. «Я представляю Южную Африку на этом саммите. Я представитель медиакоманды, которая смогла создать Брикс радио для молодых. Это абсолютно новая платформа, которая, как мы надеемся, сможет выстрелить. На форуме мы надеемся взять интервью у делегатов всех стран-партнеров и организаторов, чтобы узнать побольше от своих коллег о культуре их стран, их пути в Брикс и с какими целями они прибыли на форум». Культуру и колорит своей страны участники саммита стараются передать не только через новые проекты. Многие приехали в Ульяновск в национальных костюмах. Попутно делегаты знакомились с историей России и, в частности, городов Поволжья. «Я прибыла из Индии, из Осама. Сегодня я одета в наш традиционный индийский наряд. Это маклачата из Осама. Я очень-очень рада возможности поучаствовать в этом форуме Брикс. Вообще в России форум Брикс проходит с особым шармом. Это мой первый визит в Россию. Все здесь очень добрые и отзывчивые, очень внимательно слушают наши вопросы и просьбы». Еще одно направление саммита – молодежное предпринимательство. Помимо профильных сессий образовательной программы запланирован открытый диалог с владельцами бизнеса – ребятами из Индии и Ирана. Делегаты уже успели открыть и развить свое дело в России и готовы поделиться опытом. «И, конечно же, кроме образовательных программ, в части предпринимательства, ребята разработают инициативу, и которые уже 25 июля они лягут на стол своим министрам, и министры уже будут дальше думать, как реализовывать совместные идеи в части экономики». Генерировать идеи для новых проектов в этом году будет около 200 молодых людей. Программа рассчитана на 4 дня. После делегаты подведут итоги профильных сессий и совместной работы по программам саммита.